Итак, у меня как раз вопрос по теории. Вот эта формула мать и сына, что там за две подвижности? У меня один или два? Это как? Там написано, что если в процессе есть рассеиватели, два несовершеннолетних источника растения, то подвижность можно определить вот как обратную общину. Ну вот здесь мы смотрели как рассеивание на краях и рассеивание в объеме. Вот скажите, пожалуйста, что слайд этот. Вы нашли подвижность 65 тысяч. Это на Сио-2? Да. Но это в объеме. То есть она у нас видит... Что даже в объеме? Ну, это если мы наши данные аппоксимируем линии для монослоевного клавиена, то там... Значит, для поликристаллического графика, у вас именно такой, как я очень приобрели, значит, никто больше 80 тысяч насет... 10 тысяч это для монокристаллов. Во всех остальных случаях подвижность гораздо меньше. Поэтому, скажите, пожалуйста, насколько воспроизводилась эта цифра? Даже 8 много. Нет, это у меня сантиметр квадратный на вольт-секунду, а не метр, поэтому... Да, сантиметр квадратный на вольт-секунду. Нет, но вот эта подвижность, которая вот здесь для долгослойного графика у нас всегда получается, эта подвижность несколько выше, потому что мы стали применять другой метод очистки. Но, насколько я помню, даже если обратиться к самым первым работам экспериментальным, то такая вот подвижность для монослоевного графика... Ну, следующий вопрос. СИО-2 бывает разное. Готовили ли вы как-то поверхность, чем делать? Готовили ли поверхность кристалла каким-то образом? Ну, мы его плазмят шикаря. То есть, подготовка конкретно, не обязательно мне где-то, она была конкретно, чтобы обеспеченность производилась. Да, но это стандартный метод. Хорошо, это технология уже значится же лучше, я помню. А другое, какая атмосфера была, в какой атмосфере все это делали? Илья, вы или просто атмосфера, или вы в вакууме? И измерения? Ну, готовится это все просто на воздухе, но мы всегда очищаем, потому что если образцы не очищать, и они толку находятся просто в атмосфере, то, конечно, видно, что они сильно дегратируют. Потому и вопрос. Да, потому... Значит, как делать? Но мы все равно приносили их на воздухе, измерения проводились в вакууме. Потом вакуумировали и делали измерения. Возвращая на воздухе, а потом вакуумировали, вакуумировали. Это для меня важно, что производимость можно уже обеспечивать. Теперь, нигде не указано там, где без температуры, вот эффекты говорятся, какая температура. Вы как задержали, как бы температура резко все исчезла? Ну вот, где осцилляции были представлены, это полтора кельвина, а вот эти данные представлены... Вы не могли бы пояснить для непосвященных, что такое краткодействующий потенциал и что за растение? Ну да, краткодействующий потенциал, он образуется какими-то дефектами, такими как вакансия, например, ну и чувствуется на талатном расстоянии. То есть дефектов очень много, да, раз он короткая, есть? Да, они просто не заряженные, дефекты. А если дефект царяршины, какая-нибудь примесь, то есть в Николановске называется, или длиннодействующий? Еще есть вопросы, нет? Вот еще есть один вопрос, нет, мы имеем возможность задать. Вот такой неожиданный вопрос. А какие основания есть утверждать, что магнитное поле проникает внутрь однослойного, ну пусть слойного гравета? Может быть игра происходит на границе? между человеком граветимой и окружающей стадоидностью. Зависит от того, откуда идет поле сверху, или в доле плоскости. Ну а внутренности говорить не приходится. Магнит не смогли. Но картинка с моделью была. Модель подходит, модель, математическая сама. Ну, тогда все, спасибо.